А в нашей программе время традиционной рубрики «Наши дети» для тех, кто хочет, чтобы в доме было больше детского смеха, а тех, кто ждет встречи с будущими мамой и папой. Здравствуйте! Это рубрика «Наши дети». Сегодня я вас познакомлю с Наташей. Наташе 10 лет. Наташа – личность творческая, и поэтому мы сегодня в не самом обычном месте. Наташа, куда ты нас пригласила? Рассказывай. Я пригласила вас в кабинет труда и мастерская. Здесь мы выжигаем, работаем в халате и соблюдаем правила. Технику безопасности, да? Работаем мы в халате. Для техники безопасности нужно надеть халат. Давайте я помогу. Так. А это твои работы, да? Будем выжигать сегодня с тобой. На рабочем столе у Наташи вещи, которые уже сейчас создают новогоднее настроение. Новый год – это любимый праздник девочки. Отчасти потому, что можно получить чуть больше внимания, чем обычно. Там подарки, вот эти вот стихи рассказывать, поступать. Здесь у нас есть любой фильтр, мы туда ходим и петь, и танцевать. Все, сначала мы репетируем. Вот здесь я хожу и на гитару. Но больше всего я хожу после уроков где-то славе выжигать. Занятие у Вячеслава Николаевича – это отдушина для Наташи. Тут можно и поговорить, и помолчать вместе с внимательным и понимающим педагогом. Выплеснуть накопившиеся эмоции в рисунках и поделках. Что меня поразило в ней, первый, когда у нас это был, вот у ней не получалось вот это вот выжигание. Ну, скажем, не особенно. И вот на первом рисунке, пусть он у нее там немножечко коряв был, но она для словоможни написала «Мама». Вы понимаете? Как бы ребенок, я, конечно, в душу не лез, там, что у них случилось, ну, факт там, но все равно мама есть мама. Хорошая девочка. Наташа все еще верит в доброго волшебника Деда Мороза и загадала ему только одно единственное желание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok